Актриса Голливуда и модель Пинап, вдохновлявшая мужчин Рут Дасти Андерсон, необыкновенная женщина с впечатляющей судьбой, которая сумела сохранить правильный взгляд на жизнь и хорошо понимала, что в жизни главное. Она не рассказывала открыто об истории своего успеха и вообще относилась к нему с иронией. Рут родилась 17 декабря 1918 года. Начав карьеру в качестве модели, впервые появилась на большом экране в фильме «Девушка с обложки» в 1944 году. Роль была маленькой, но красивую девушку заметили. У Рут Андерсон не было знакомых, никто ее не продюсировал, но она сумела сняться еще в семи кинокартинах, среди которых «Сегодня вечером и каждый вечер» 1945 года, «Тысяча и одна ночь» 1945 года и «Способ любить» 1946 года. Кино не стало смыслом ее жизни, она хотела семью и выходила замуж дважды. В первый раз Рут вышла замуж в 1941 году за капитана корпуса морской пехоты США Чарльза Матьео. Развелись они в 1945, осознав, что люди разные, но сохранили при этом нормальные дружеские отношения. Второй раз Рут Андерсон вышла замуж в 1946 году за румынского кинорежиссера Жанны Негулеско и сразу же прекратила сниматься. И не потому, что на этом настаивал муж, наоборот, он хотел снимать ее в своих фильмах. В 1951 году она появилась в маленькой эпизодической роли в картине мужа «Позаботьтесь о моей малышке». Это была ее последняя роль в кино. Она даже настояла на том, чтобы ее имя никак не указывали в титрах. Во что верила эта неординарная женщина? Какие жизненные ориентиры у нее были? Какими принципами Рут Дасти Андерсон руководствовалась в жизни? Приведу несколько цитат голливудской актрисы и мудрой женщины. «Ты так, кем себя считаешь. Характер очень мало, значит, без гибкости». «В Голливуде не все так красиво, как видит зритель. Это тяжелая работа и жесткие требования, которым нужно следовать, чтобы не остаться за борту. И одного характера тут мало», – так считала Рут Андерсон. В годы Второй мировой войны от актрис, в том числе и в Голливуде, требовали многого. Например, не только выглядеть очаровательно и соблазнительно, чтобы радовать глаз мужчин, важно было верно подавать себя перед публикой, побуждая мужчин к стойкости и выдержке. Однажды Рут Андерсон спросили, как она относится к тому, что на нее смотрят и ею восхищаются сотни тысяч мужчин. На что актриса ответила, что красивые девушки могут вдохновлять многих, но на самом деле они все мечтают просто быть счастливыми. Рут говорила, когда уйдет красота, останешься лишь ты. Голливуд во все времена был и будет полон просто неимоверных красоток, но помнят не обо всех, а лишь о единицах. А еще важнее, чем именно запомнилась звезда. И примеров тому большое количество. От Хэди Ламар до Мэрлин Монро. Когда уходит молодость и юная свежесть, женщину начинают воспринимать иначе. Сразу вспоминают ее ошибки и умаляют ее значимость. Рут Андерсон считала, что женщине стоит начать задумываться о своей сути как можно раньше. В первую очередь, о том, что для нее самой важнее в жизни. Следуя жестким стандартам красоты, актриса лишь позднее столкнулась с последствиями диет. Она не могла иметь своих детей, но усыновила двух девочек, Габи и Тину, в браке с режиссером Жаном Нигулеско. Вдохновлять мужчин и купаться в восхищенных взглядах не буду спорить, приятно, но лучше вдохновлять одного мужчину, своего мужа и постараться сделать так, чтобы этого вдохновения хватило на целую жизнь вместе с любимым человеком. Кино бывает разным, мы тоже. Вроде бы это очень простая фраза, но если знать о контексте, то слова Рут Андерсон приобретут интересное значение. В зрелом возрасте актриса считала, что предпочтения зрителя зависят от его возраста, причем не физического, а скорее от качества, которое приходит к человеку со временем, то есть мудрости. С опытом люди переключают свое внимание совсем на другие вещи, но это не значит, что какой-либо жанр в кино менее интересен или глубок. Никто никогда не относился к работам Рут Андерсон со смехом из-за того, что начинала она свою карьеру как модель пин-ап. Актриса была мудрым человеком и общалась с огромным количеством людей в Голливуде, поняла, что категоричность, как и отсутствие принципов, сильно усложняет жизнь и сделала для себя верные выводы, которые помогли ей стать счастливой и выбрать свою собственную судьбу. Актриса умерла в Марбелье, в Испании, в начале сентября 2007 года и была похоронена на городском кладбище. Субтитры сделал DimaTorzok